Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Здравствуйте. В эфире программа «Интервью». Ведут передачу Юлия Афанасева. Владимир Сметанин. И мы приветствуем нашего гостя. Это исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев. Игорь Владимирович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Хочется спросить сразу же, во сколько начинается рабочий день главы региона? Я думаю, что, наверное, можно было бы так красиво ответить, что он не заканчивается. Но это, наверное, не было бы правдой. Совершенно в разное время. Если предстоит выезд в район, он может начаться и в 5 утра, и в 4. Чтобы добраться к назначенной дате, да? Совершенно верно, да. Потому что есть одно правило. Никуда нельзя опаздывать. Особенно, если ждут люди, большие коллективы. Это такое вот незыблемое, так сказать, правило. В нормальной обстановке, ну, наверное, это где-то в 8 утра. В 8 утра. Уже на работе. Да. Я не скажу, не отношу к себе к жаворонкам, но уже на работе. А есть у вас какие-то утренние ритуалы, то, без чего ни одно утро у вас не обходится? Такие совсем интимные подробности. Нет, чашка кофе, пробежка. Да, конечно, да, ну, конечно, нет. Знаете, на пробежку, к сожалению, в последнее время как-то не хватает силы воли. Я абсолютно правдиво об этом говорю. Но пройтись с утра где-то по улице, по двору с собакой погулять, да, конечно, есть, есть, есть. На это есть время так привести мысли в порядок. Игорь Владимирович, вы возглавляете Кировской области уже 10 месяцев. Собственно, хотелось бы перечислить кое-что из сделанного вашей командой. То, что в информационном пространстве. Здравоохранение, да, отказ от системы аутсорсинга скорой помощи, открытие отделения гемодиализа, лесная отрасль, система ГИС-Лес, открытые аукционы, законопроект, закон, вернее, уже о детях войны и так далее. Хочу спросить, а что за эти 10 месяцев, возможно, не удалось сделать? Вот рыбка сорвалась с крючка, возможно, есть какая-то тема? Ну, вы знаете, я думаю, что совершенно очевидно, что вообще за любой срок нельзя сделать все, что хочешь, можешь и все, чего от тебя ждут, так сказать, люди. Но, наверное, вы перечислили основные вопросы, с которых, собственно говоря, мы и не скрывая, начинали свою деятельность с командой в Кировской области. По большому счету, наверное, да, есть, знаете, такая вот знаменитая пирамида Маслова, да, людей волнует несколько вещей прежде всего, да, это наличие, отсутствие работы, уровень заработной платы, вопросы медицины, образование детей достойного и возможность всего этого добраться по хорошим дорогам, да. Вот, наверное, мы свои усилия прежде всего на этих направлениях и сосредоточили. Где-то в силу того, что уже, наверное, чуть быстрее формировалась команда в этой отрасли, да, было понимание того, что нужно делать. Безусловно, в медицине, наверное, это, я надеюсь, что заметные граждане, мы делали достаточно очевидные, так сказать, шаги. Проходят ремонты в большом количестве лечебных учреждений. Строится безбарьерная среда, электронные системы управления очередью в поликлиниках. Мы открываем, может быть, пусть небольшие, но абсолютно новые, так сказать, поликлиники вот в чистых прудах, в Солнечном береге. Детская стоматологическая поликлиника появилась в Кирове не так давно с хорошим новым оборудованием. И здесь, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что это делается на те средства, которые и имелись в области, несмотря на все трудности и сограничения бюджета. Это такое, знаете, небанальное разумное отношение к деньгам позволяет в том числе и открывать вот те вещи, о которых вы говорили, отделение гемодиализа, например, в районах Кировской области. Представляете, людям вот с такого рода заболеваниями приходилось раньше преодолевать там три раза в неделю расстояние там 100 километров в одну сторону и возвращаться после процедуры обратно. Сейчас в Советске этого делать уже не нужно. На очереди Вятские поляны и Амутнинск. Здесь еще огромный плюс, что, скажем, в тех же Вятских полянах к нам смогут приезжать люди из ближележащих сел, из Татарстана, например. И деньги ОМС будут расходоваться у нас. Из Татарстана, казалось бы, республика, в общем-то, во многом отношении... Вы знаете, а почему нет? То есть если это качественное оборудование... Но люди из Вятских полян ездят на работу в Татарстан. Почему бы жителям Татарстана не ездить в Вятские поляны? Совершенно верно. И я считаю, что мы должны быть ничем не хуже, так сказать, Татарстана. Да, вот надо ставить перед собой амбициозные задачи и становиться лучше. Игорь Владимирович, ну а все-таки... Ну вот я еще не до конца ответил на тот вопрос, который мы поставили. Огромная часть рабочих мест у нас в Кировской области традиционно в лесной сфере. Вот для того, чтобы к нам приходили инвесторы, прежде всего, должна стать прозрачная ситуация. Давайте представим себе, мы с вами решили открыть бизнес в лесной отрасли, к примеру, в Иркутске. Наверное, мы будем интересоваться тем, как можно лес приобрести, как можно заключить договоры, что есть в наличии. На эти вопросы отвечает информационная система, которую мы сейчас в области и строим. Наверное, мы зададим второй вопрос, когда поймем, как и чем мы сможем с вами располагать. А кто у нас будет работать? Вот здесь, конечно, нужно связать с вопросами подготовки кадров. И сейчас мы, наверное, я надеюсь, так сказать, что люди об этом знают, работаем над программой развития области и не до 2100 года или 70-го. Самая удобная история, когда жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Такая программа на ближайший год-два совершенно конкретными счетными показателями. И как раз и направлена на то, чтобы к нам в область приходили инвесторы, которые будут понимать прозрачные условия того, как они смогут работать, кто будет их потенциальными работниками, где они смогут эти кадры подготовить, как эти кадры будут обслуживаться с точки зрения медицины, где они смогут учить своих детей. Вот те вопросы, на которые мы стараемся отвечать для потенциальных инвесторов в Кировской области. Давайте тогда поговорим о ближайших планах. Вот вы сказали... Мы начали уже о них говорить, на самом деле. Да, что работаете над программой развития региона на ближайшие 1-2 года. А если взять вот конкретный период ближайших трех месяцев? Лето как раз таки, да? Да, лето. Какие конкретные планы есть на этот период? Ну, вы знаете, здесь, наверное, нет никакого секрета. Лето – это период дорожного строительства, это период благоустройства, этот период реализации большинства программ по истории, которая называется «Поддержка проектов местных инициатив». И вот здесь мы должны все сосредоточиться на качественном исполнении работ в короткий срок. Мы живем на Севере, у нас очень небольшое, так сказать, окно возможностей для того, чтобы мы все это делали. У нас, знаете, есть еще несколько таких, на мой взгляд, достаточно интересных инициатив, которые мы планируем развивать. Вот вы упомянули закон о детях войны. Пока нам удалось зафиксировать эту категорию, принять закон. И сейчас мы думаем о том, как в условиях нашего дефицитного, к сожалению, бюджета, можно было бы этой категории граждан помочь. Вот мы смотрим различного рода программы. Есть, на мой взгляд, достаточно интересная инициатива по оказанию помощи семьям, которые решатся завести второго ребенка по выплате определенных, так сказать, сумм. То, о чем недавно говорилось, да, второй ребенок, родившийся после 31 августа. Совершенно верно. Поэтому, к сожалению, Кировская область не исключение. И вся страна попадает в такую демографическую, так сказать, яму. Давайте не будем разбираться от причинно-следственной связи, но мы уже в ней находимся. Поэтому нам, конечно, важно простимулировать такого рода, как это даже назвать, я не знаю, там решения, которые всеми будут приниматься. И здесь есть еще другая сторона, которую тоже нужно очень четко для себя понимать. Можно идти несколькими путями. По пути строительства детских садов, и, безусловно, его нужно делать. И по пути открытия частных, скажем, затраты на которые можно людям компенсировать. Вот, мне кажется, двигаясь в этом направлении, мы довольно быстро и успешно смогли бы задачу и пополнения населения Кировского с детьми, а семей, там, вторым, третьим, так сказать, ребенком. И обеспеченность местами в детских садах, как государственных, так и частных, путем принятия вот таких законов, нахождения денежек в бюджете решить. Вот над этим мы сейчас тоже активно работаем. Простите, хочется уточнить, все-таки один из ваших заместителей, да, Дмитрий Александрович Курдемов, говорил о том, что вопрос вот по этой выплате сейчас должен проработать региональный Минфин. Когда все-таки ведомство даст свое видение? Ну, вот как раз мы, я думаю, что до осени мы этот вопрос проработаем. До осени, да. Буквально на днях состоялся брифинг председателя областного законодательного собрания Владимира Быкова. И Владимир Васильевич там озвучил данные по дням Кировской области, которые прошли в Совете Федерации в марте этого года. И Владимир Васильевич сказал, что очень, ну, вот вы сейчас поможете мне, конечно, все это сформулировать. Ну, в общем, мы претендуем на серьезные деньги, да, от правительства Российской Федерации на три проекта. Это западный обход, так называемый, это путепровод «Чистые пруды» и это аэропорт Победилово. Хочется сразу спросить, это вот точно уже, этот вопрос решен, деньги будут, есть какие-то гарантии того, что советские придут? Я думаю, что дорогу осилит идущий. И дни в Кировской области, в Совете Федерации, которые прошли не так давно, они, безусловно, будут способствовать получению денег на подобного рода проекты, поскольку есть постановление Совета Федерации. Валентина Ивановна Матвеенко, председатель Совета Федерации, человек достаточно активный и ответственный, она такое постановление подписала. И сейчас идет совместная работа Кировской области, руководства Совета Федерации, с правительством Российской Федерации по пониманию того, когда, в какие сроки и в каком объеме деньги на эти проекты будут выделяться. От чего это зависит? Это зависит от состояния федерального бюджета, от нашей настойчивости. И я бы подчеркнул еще одну вещь, очень простую. Давайте представим себе, если вдруг коллективу вашей радиостанции вдруг неожиданно сейчас предложат совершенно огромный проект в масштабах страны, сопоставимый с теми деньгами, о чем мы сейчас говорим. Я думаю, что вы тоже внутренне должны подготовиться, понять, каких людей должны. Вы должны этому соответствовать. Вот сейчас как раз у нас подготовка и в этом числе идет, чтобы те деньги, которые мы, я надеюсь, сможем... На которые претендуем? На которые претендуем, сможем их... Знаете, как вот термин «освоение денег» мне совсем не нравится. Инвестирование. Вы знаете, нет. Здесь мы, наверное, должны работу сделать качественно за те деньги, которые получаем. А здесь мы должны быть готовы. И технологически, и людьми, так сказать, и строительными комплексами. Сейчас эта работа идет. Мы уже сумели увеличить финансирование на дорожное строительство. Мы демонстрируем уже совершенно другие подходы. Даже информационная открытость. Вы, надеюсь, знаете об этом, да? Вы можете... Уже давно могли посмотреть списки улиц, которые планируются... Ну, они в открытом доступе, да. ...компании, которые выиграли конкурсы, да? Вы можете совершенно спокойно посмотреть, проконтролировать, написать письмо, либо мне на почту, так сказать, да? Либо использовать ту информационную систему, где вся эта информация есть. Высказать свое либо удовольствие, я надеюсь, таких будет больше, либо неудовлетворенность состоянием ремонтных работ, а власть должна быстро на это реагировать. Поэтому вот здесь несколько составляющих. И я думаю, что такая вот слаженная совместная работа внутри, совместно с Советом Федерации, с Федеральным Минфином, позволит нам эти деньги в те сроки, которые мы перед собой ставим, получим. А напомните сроки. А сроки, да. Ну, вы знаете, у нас там есть задачи, которые первоочередные, скажем, путепровод чистых продах, он уже строится, мы уже получаем дополнительные деньги. В следующем году он должен быть готов. Мы завершим эту работу, да. Есть большие проекты, связанные с обходом города Кирова, транспортным. Но постановление подписано, работа с правительством идет. Пока решения правительства, я подчеркну, пока не приняты. Но у нас есть уверенность, что мы этого добьемся. Ну, хорошо. А если вот говорить про аэропорт Победилова. Есть много экспертов, которые высказывают мнение о том, что для аэропорта Победилова все-таки нужно искать инвестора. Потому что мы видим, что летать людей стало меньше. Пусть инвестор возьмет на себя это бремя, и тогда уже и бюджеты будет проще. Мы не будем искать деньги каждый год, чтобы поддерживать аэропорт. Вот вы ищете инвестора? Ведется какая-то работа в этом направлении? И ваше видение, да. Ну, вы знаете, я, наверное, все-таки всегда, это правильно, да, всегда нужно прислушиваться к экспертному мнению. Тем более, у нас уже есть опыт, который мы с вами вместе, так сказать, имеем по аэропорту Победилова. На мой взгляд, состоит все из нескольких составляющих. Первое, конечно, были вложены большие деньги, так сказать, в реконструкцию взлетно-посадочной полосы, так сказать, в реконструкцию аэропорта. Вопрос в том, насколько, верну вам ваши слова, насколько эффективно, так сказать, они были в данном случае, на термины освоения все-таки приходят в голову, да, когда мы с вами видели, скажем, какое-то время назад и отсутствие там комфортабельных стоянок, возможности там подъезда, так сказать, разумного, да, там реконструкция аэропорта, самого здания, так сказать, вызывает много вопросов. И все-таки, вы знаете, там путь к снижению тарифа на полеты, единственный возможный способ – это конкуренция между авиакомпаниями. Все остальное приводит к тому, что мы вынуждены датировать за счет населения, которое не собиралось никуда летать, те, кто участвует в перелетах, или датируем компанию, которая, ну, скажем так, хотела бы быть лоукостером за счет других авиакомпаний, и не платить очень меньше многие вещи, аэропортовую сбору, уборку, там, блин, каждый самолет, который садится в Победилово, да, там должна быть чистая полоса, ну, очень много там вещей связанных сей. Ну, понятно, да, что аэропорт – это сложная система. Поэтому, конечно, мы сейчас находимся в поиске инвестора, инвестора добросовестного, который умел бы управлять аэропортовым комплексом. Который полностью или частично возьмет? Ну, конечно, полностью. Полностью, да, 100%. И здоровая конкуренция между авиакомпаниями. У нас сейчас, знаете, такая вот, на лето сформирован, на мой взгляд, очень неплохой, так сказать, пул полетов. И на юг, где кировчане смогут летать в отпуск. Мы осуществляем сейчас три рейса на Москву. По очень удобному графику для бизнеса, особенно это вылет утром, вечером из Москвы, соответственно, навстречу, и один рейс, который днем происходит, да. Поэтому здесь, мне кажется, развивается все в абсолютно правильном направлении. Мы, кстати, сейчас до начала нашей беседы... Кстати, по поводу стоимости билетов, вы знаете, вот мы эту работу уже проводим с авиакомпанией, там и Саратовские авиалинии, и Руслайн, так сказать, идут, в том числе, аэропорту Победилову и нашим просьбам навстречу устраивают достаточное количество там промо-акций, билеты по тысяче рублей, да, вот такая вот... А вот сколько же интересно этих билетов? Да, как раз мы до начала нашего разговора заходили на сайт Саратовских авиалиний с Юлей, и мы нашли билет за 999 рублей... На август? В августе, да. Ну, билет-то есть, да? Вы так живо уцепились за 999 рублей, я бы что-то назвал тысячу, но купить его возможно. И это все-таки признаки такой здоровой конкуренции. На лето сформирована достаточно плотная, хорошая программа полетов с различными компаниями, и будут летать самолеты и в Сочи, и в Анапу, и в Краснодар, и в Симферополь. Я надеюсь, что это позволит улучшить и финансово-экономическое состояние аэропорта в том числе, и привлечь к нам, ну, достаточное количество переводчиков. А есть все-таки желающие инвесторы, которые хотели бы взять в управление? Вы знаете, это предмет переговоров, и мы такие переговоры сейчас ведем. Я не буду заранее, так сказать, какие-то вещи говорить, потому что есть команда специалистов, которая этим занимается. Хорошо, идем далее. Напомним, что мы беседуем с исполняющими обязанностями губернатора Кировской области Игорем Васильевым. Мы уже немножко затронули тему инвест-политики. Все-таки хочется поговорить еще по планах. Кроме лесной отрасли, кроме промышленных парков, еще объекты инвестирования существуют, прорабатываются эти вопросы? Ну, вы знаете, по поводу промышленных парков я два слова буквально хотел бы сказать. То есть мы все-таки, наверное, наблюдали такую в течение нескольких лет, наверное, политику, когда осваивались федеральные средства на строительство неких корпусов, называлось это промышленными парками, а дальше, в общем, как-то туговато было с инвесторами. Знаете, мне кажется, удалось переломить ситуацию. Вот, скажем, в Вятских полянах на сегодняшний день есть несколько достаточно серьезных компаний, которые занимаются там производством посуды, например, а производством лифтов. Вот это будет такая, я надеюсь, достаточно серьезная история, не только для Приворского федерального округа, поскольку мы обладаем ключевой компетенцией. У нас есть Амутнинский металлургический завод, который производит высокого качества направляющие для лифтов. И к нам пришли серьезные инвесторы, которые, кстати, поверили в нашу политику, поверили в те условия, которые мы создаем. И будет полный цикл в Кирове по производству лифтового хозяйства. То есть это направляющие, мозги, кабины разного уровня, в том числе и для программ реновации и реконструкции домов по программам капитального ремонта. Тут, мне кажется, это очень здорово, потому что будет... Мы работать будем на свой регион? Будем работать или на всю страну? Я надеюсь, что это будет серьезный завод, который будет работать сначала на наш регион, потом на регионы Приворского федерального. Ну, как любой ребенок, он должен вырасти. И затем я надеюсь все-таки, что это предприятие сможет работать на всю страну. Понимаете, все-таки вопрос использования ключевых компетенций, мне кажется, является самым главным в привлечении, так сказать, инвесторов. И нам не нужно фантазировать, не нужно строить космодромы, не нужно изобретать велосипед в Кировской области. У нас есть ключевые компетенции, есть точки роста, которые давным-давно обозначены, и мы в них уже являемся лидерами ПФО и в стране. Это и сельское хозяйство, и машиностроение. Вот сейчас, знаете, мы, понимая волнообразность государственного оборонного заказа, работаем с нашими промышленными предприятиями. Это и Лепси, и АвиТек, и КМП, и много других. Сельмаш создали совет главных конструкторов при правительстве области, создали инжиниринговый центр, который объединяется с сельхозпроизводителями по размещению заказов на наших предприятиях продукции для сельского хозяйства. Такие, казалось бы, простые вещи, которые звучат как-то так не очень презентабельно по сравнению с ракетами среднего и дальнего радиуса действия. А сельхозмашинах в том числе? Совершенно верно. И опыт в этой сфере у нас есть, потому что очень многие предприятия по переработке сельхозпродукции в Кирове уже заказывают эти вещи. Это и машины русских, мы сейчас говорим о том, что будут производиться серийные образцы доилок, поилок, подобного рода, так сказать, вещей. И мне кажется, вот такая промышленная кооперация позволит создать рабочие места с достаточно высоким уровнем заработка. А как известно, вот рабочее место в машиностроении, в строительстве, в дорожном, это такой хороший мультипликатор, да, появляются вокруг еще несколько рабочих мест. По поводу инвесторов, у нас такое знаковое событие, я надеюсь, произойдет. Мы с вами были свидетелем подписания нового контракта по запуску и строительству завода плазмы крови, который в силу разных причин долгое время, так сказать, несколько лет востребованным. А это порядка 350-400 высоко квалифицированных рабочих мест. Это в условиях санкций и контрсанкций, тем не менее, приход крупнейшего итальянского инвестора к нам. Я думаю, что вот такого рода позитивные события мы должны замечать, всячески, так сказать, пропагандировать, да, делать их достоянием гласности, с тем, чтобы даже не, боже упаси, не подумать, что давайте будем гордиться. Хотя это тоже правильно, да, но гордыня – смертный грех. А с тем, чтобы инвесторы в стране увидели, что в Кирове происходят позитивные изменения и начали интересоваться, почему, что за условия здесь такие, не стоит ли нам сюда прийти. Потому что у нас есть, знаете, вот если взять ту же медицину, да, где мы сейчас видим, как отзывается о Кировской области, и министр здравоохранения Вероника Ирин, которая после визита, так сказать, здесь довольно высоко нас оценивает, как говорит она с Министерством природного хозяйства по нашей системе ГИСЛЕСТ, мы демонстрируем такой уверенный рост. И знаете, еще почему я надеюсь на то, что все будет позитивно развиваться? Потому что у нас есть ключевая компетенция в наличии образовательных учреждений. Не так много регионов, которые имеют собственный медицинский университет. Это здорово, это огромный плюс. У нас есть большой, опорный, как он сейчас называется, Советский государственный университет. Вот я недавно встречался со студентами, молодые ребята, горят глаза, так сказать, да, мы должны сделать все для того, чтобы они, получив образование, остались здесь. А те, кто уехал учиться в Москву или даже куда-то за границу, проявили интерес к нам, увидели эти позитивные изменения и приняли решение вернуться. Может быть, мы какую-то специальную программу, в том числе вместе с вами, пропагандить их достижения по возможностям работать. На самом деле, мы регулярно в эфире рассказываем. А почему нет? Вы знаете, вот это не самая плохая история. Но не нужно бояться, что люди уезжают. Это тоже правильно. Мы должны обмениваться опытом. Так же, как и не надо бояться того, что люди к нам приезжают. Приезжают носители другого опыта, других традиций. Это же всегда здорово, всегда хорошо. Мне кажется, очень важна инфраструктура для того, чтобы люди не уезжали. Безусловно. Это такая объемная сейчас понятия, инфраструктура. Это очень многоаспектная. Нам пора, к сожалению, закругляться. Володя, у нас с тобой... Нет, у нас все-таки еще есть пять минут. А, еще есть пять минут. Ну, хорошо. Тогда, если позволите, коротко про взаимодействие с городскими властями. Да, на две, на три минуты. Да, да, да. Игорь Владимирович, нет. Такого важного момента мы с вами отвели очень маленькое время. Увы, времени всегда не хватает. Мне кажется, по вашему мнению, у нас все хорошо. К сожалению, мы ограничены. Да. Игорь Владимирович, некоторое время назад вы регулярно проводили рейды по городу. И это все активно освещалось в СМИ. Вот рейды эти остались? Вы их до сих пор проводите? Знаете, некоторое время назад я активно заходил и в больницы, и в поликлиники, и в школы, и в другого рода учреждения. Все-таки в прошедшем времени уже говорим о том. Вы знаете, вот был, наверное, эффект внезапности, неожиданности в том, что еще никто не узнавал в лицо. И было интересно зайти в поликлинику и посмотреть, как действительно, как происходит на самом деле. Сейчас, наверное, этот эффект ушел. Но появились позитивные изменения, скажем, в здравоохранении. Точно так же и в городе. То есть мы вот задали вместе, подчеркнув вместе с городскими властями, вот такой вот тренд управляющим компаниям о том, что они не бесконтрольны. А дальше уже эти рейды продолжились просто без... Без участия первого лица? Без шума и пыли, так сказать, иногда, да, и с участием первого лица. Вот, это такой толчок. А работа эта продолжается, и она не может носить такой, знаете, компанейский характер, да, или там еще какой-то. Хотя я знаю, что отклики были разные, и я так достаточно внимательно читаю. Ну вот мы в социальных сетях, мы часто сталкиваемся с комментариями, что вот, мол, первое лицо региона должно, наверное, более пристальное внимание уделять благоустройству, в том числе, да. Потому что главный город региона и так далее. Здесь даже никаких сомнений нет в том, что это, ну, главный город региона, и он должен задавать тренд всей области по организации жизненной среды, так сказать, там. Есть, наверное, вот у многих вопрос, город все-таки для автомобилей или для людей, да. Для пешеходов, в смысле? Да, конечно, но в нашей современной жизни, наверное, нельзя отделить одно от другого, так сказать. Ну, город для его жителей, кто-то ходит пешком, а кто-то ездит на машине. А кто-то на велосипеде. А кто-то на велосипеде, да. Да, вот возможностей для этого у тех, у других и у третьих должно появляться как можно больше. Такое тоже не сразу Москва строилась, да. Я думаю, что вот термин, который я постарался ввести в оборот наведения элементарного порядка, да, когда автомобилисты должны перестать ставить машины на газоны, уважать труд озеленителей, горожан, управляющих компанией. Ну, грязь не выносить на проезжую часть. Совершенно верно. Если стройка, нужно мыть колеса в автомобиле, так сказать. Если мусорная машина, она должна быть накрыта тентом. Это очень быстро приводит к положительным результатам, к позитивным. И я думаю, что мы такую работу по рейдам совместно с городскими властями в обязательном порядке продолжим. А, кстати, да, вот вы сказали про программу развития региона. Может быть, сделать отдельную программу развития города? Подумать в этом направлении? Я думаю, что городские власти об этом... Или это больше уже городским властям? Думают неустанно. Здесь, вы знаете, у нас очень красивый, очень позитивный, спокойный город. Мне, честно говоря, очень нравится здесь. Мы вот переехали с женой. Она дочь уже там взрослая. Она живет, работает в Москве довольно часто. А сколько вашей дочери лет, кстати? 30. 30. 30, да. И уже живем в Кирове. И, честно говоря, вот комфортные условия. Мне нравится. Можно много сделать дел за день. Даже передвигаясь просто по городу. Зеленый, красивый река. Есть над чем поработать. У нас остается буквально минутка-полторы. Мы подготовились с Юлей. Короткий вопрос, короткий ответ. И короткий ответ. Игорь Владимирович, радио слушаете вообще? Радио слушаю, да. Слушаю. В машине в основном? В основном в машине, да. В тех поездках, в том числе, да? По области, в рабочих. Есть любимая книга, любимый писатель? Вы знаете, я вот отвечу, наверное, так. Сейчас у меня есть несколько любимых авторов, которые называются законодательное собрание Кировской области. Мои заместители. На все остальное просто физически не хватает времени. Хорошо. А какую книгу последнюю прочитали? Вы знаете, вот последняя книга, которую прочитал, это есть такой совершенно фантастический человек, создавший фантастическую историю. Вы сейчас поймите, о чем я говорю. Это Илон Маск, который в частной компании, казалось бы, ни с того ни с сего, в конкурентной борьбе победил и Роскосмос, и НАСА. Я сделал многоразовый космический аппарат, который летает в космос, возвращается, людей уже туда запускает. Вот мне было очень интересно, как за короткий промежуток один человек в технологической компании сумел создать вот такое чудо. Вот эту книгу я прочитал. Любимая музыка? Коротко. Просто наторопимся уже. Ну, какая любимая музыка? Наверное, классическая. Может быть, джаст, так сказать. Я вот стараюсь посещать и филармонию кировскую. Вы вас недавно видели, да, в том числе на концерте знаменитого австралийского гитариста. Гитариста. Счастлив, что приложил к этому руку, потому что это мой, ну, вот так сложилась жизнь, это мой друг. И он решил приехать в Киров и дать вот такой хороший концерт. Поэтому вот такая любимая музыка. А, мы не знали, что вы лично знакомы. Да, много лет причем. Ну, и, наверное, последний вопрос. У меня еще тут десяток. Ну, спрошу про любимое место в городе. Приглашайте почаще. Александровский сад. Александровский сад. Порошино. Как будете отмечать день рождения приближающийся? Я вот день рождения уже совершенно точно знаю. Я буду отмечать его в дороге из Кирова в Санкт-Петербург, где открывается международный экономический форум. На котором, кстати, у нас будет отдельная секция, посвященная тому, что делается в Кировской области. В лесной отрасли. Самый необычный подарок, который вы получали на день рождения? Самый необычный подарок? Запомнившийся. Ну, вы знаете, вот поскольку вы уже сказали про музыку, про друзей, в какой-то из дней рождения, мои друзья, взрослые, серьезные люди, так сказать, на студии моего знакомого, просто вот пошли и записали несколько хороших песен. И подарили мне такой диск. Но вы не участвовали в записи? А я даже и не знал, что они это делают. Ну, это действительно такие взрослые дядьки, там, обремененные семьями, работами, должностями большими. А знаете, как тяжело, да? Ну, вы как родильщики знаете. Это вот такая дорогая вещь. Спасибо. Да, спасибо, Игорь Владимирович Васильев, временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области. Мы очень рады, что вы пришли к нам в студию. Надеемся, что и члены вашей команды также будут приходить к нам в эфир. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам чаще. Спасибо. Спасибо.